Ситуация с перекрытием Лачинского коридора в Карабахе эко-активистами Азербайджана привела к эскалации конфликта в регионе. Они выступают против незаконной эксплуатации природных ресурсов и требуют, чтобы их пропустили к золоторудному месторождению Газелбулак и медному либденовому месторождению Димирли, находящимся в Карабахе. Напряженность давно вышла за пределы Кавказского региона и обсуждается на самых различных уровнях между главами государств. Представители армянского лобби во французском парламенте в лице лидеров различных ключевых партий призвали президента Эммануэля Макрона обеспечить безопасность Армении, фактически вторгнувшись на территорию азербайджанского Карабаха. Политики изложили свой призыв в открытом письме, опубликованном в ежедневной газете «Лимонт». Авторы обвинили Баку якобы в проведении этнических чисток, уничтожении армянского культурного наследия, оккупации, преступлениях против мирного населения. В число мер, которые указанные политики хотят применить к Азербайджану, входит официальное осуждение, введение санкций ЕС и США, иск в Международный уголовный суд о направлении в Азербайджан миротворцев ООН, вторжение в Карабахский экономический район, нелегальный запуск аэропорта в Ханкинди и де-факто закрытие неба над Карабахом для Азербайджана. В ответ на инициативу французских политиков МИД Азербайджана вызвал посла Франции Анбуайон, чтобы вручить ноту протеста из-за призыва вторгнуться на территорию суверенной страны. Армянские реваншисты никак не могут смириться с поражением во Второй Карабахской войне, и посредством своих лобби в различных странах пытаются повлиять на ситуацию. Призыв французских политиков вторгнуться на территорию независимого государства, где находятся войска Азербайджана при полной поддержке Турции и российские миротворцы, является ничем иным, как безумием.